Официальное число жертв превысило 200 человек. В штате введено чрезвычайное положение... На улицах лежали сотни и сотни тел. Что я вообще могу сказать об этой игре? Ну, во-первых, это моя любимая игра в целом, из всех существующих ныне на Земле. И, естественно, это моя любимая игра на PlayStation 3. Именно из-за неё я в своё время купил консоль. Кстати, с большим опозданием я приобрёл её уже в 2016 году. В принципе, когда морально PlayStation 3 уже не просто устарела, а отправилась у всех на полку. Но я считаю, что это приобретение было очень даже своевременным. Ведь я смог сразу насладиться всей библиотекой шедевральных игр. Но вернёмся к The Last of Us. Что же это вообще такое? Ну, во-первых, это очень большое и невероятно интересное приключение от студии Naughty Dog, которая когда-то, ещё в бородатые времена, делала Crash Bandicoot для PlayStation 1. Также они славятся серией Uncharted, о которой я чуть позже скажу. Итак, давайте немного поговорим о сюжете The Last of Us. Действия игры разворачиваются в постапокалиптическом будущем, спустя 20 лет после эпидемии, которая уничтожила большую часть населения планеты. События игры разворачиваются в Соединённых Штатах Америки, что в принципе неудивительно. Что же на этот раз послужило причиной падения мира? Это грибок, который называется кардицепс. Попадая в организм человека, споры этого грибка превращали его в живого мертвеца, то есть зомби. Главными героями игры выступают два персонажа. Это контрабандист, которого зовут Джоэл, и девочка-подросток Элли. Дело в том, что Джоэл является контрабандистом, и за хорошие деньги он получает работёнку доставить девочку в одну из лабораторий некой группировки, которая именует себя цикадами. У девочки, как оказалось, есть иммунитет к грибку. Но, естественно, это путешествие будет очень и очень непростым, потому что люди не верят ни в какой иммунитет. Они одичали. Прошло 20 лет с момента падения мира, и, естественно, если человек увидит, что у девочки есть укус на руке, первым делом он её, естественно, пристрелит. И даже дело не в укусе, понимаете? Люди ведь такие существа, что если над ними нет контроля, они превращаются в самых настоящих зверей. А здесь уже 20 лет как правит в мире беспредел. Поэтому за всё наше путешествие мы встретимся с самыми настоящими ублюдками. В игре есть два вида противников. Первый это, конечно же, зомби. На самом деле стоит один раз разобраться, как с этими зомби нужно себя вести, и они уже не будут представлять для вас такой опасности. Хотя временами всё-таки будут вам доставлять очень даже такие серьёзные проблемы. Но вот люди в игре это настоящие ублюдки, потому что, во-первых, их много, они вооружены и крайне опасны, знаете ли. Конечно, у них интеллект как у пробки. Я имею в виду, что они всегда берут количество. Но так как The Last of Us позиционирует себя как игра очень серьёзная, у вас не будет возможности стрелять направо и налево просто потому, что боеприпасов в игре крайне мало. Вам постоянно придётся искать какие-то улучшалки, не знаю, хлам, собирать из него какие-то примочки для оружия, собирать бутылки с алкоголем, тряпки, лезвия. И делать из всего этого аптечки, коктейли Молотова, бомбы и так далее. Причём в игре есть несколько уровней сложности. И я вам честно скажу, я проходил эту игру сразу на нормальном два раза, потом на высоком уровне сложности. И между ними я не заметил особой разницы. Кроме той, что немного меньше патронов и, пожалуй, меньше хлама вам по пути собирается. Но вот если вы играете на экстриме, как я в последний раз её проходил, игра по-настоящему для вас преобразится. Вы просто почувствуете огромную разницу. Я вот советую сразу начинать с экстрима. Реально, это настолько доставляет удовольствие от игры. Именно этот уровень сложности просто невероятный. Насколько вы чувствуете себя каким-то беспомощным в этом постапокалиптическом мире. Что я ещё могу сказать из The Last of Us, кроме того, что в неё интересно играть. Прям реально интересно. Она раскрывает для нас персонажей, как Джоэла, так и Эля, с разных сторон. Вы начинаете понимать, что в этом мире всё не так радужно. И Джоэл в какой-то степени сам является не самым хорошим человеком, так скажем. Однажды он даже говорит, когда вы попадаете в логово торговцев людьми и вообще людоедов. Представляете себе, когда он видит эти разделанные тела, вещи, которые мародёры собирают. И ведут список, сколько мы сегодня нашли вещей. И называют убитых людей туристами. Он говорит, что не осуждает этих людей, потому что он был по обе стороны баррикад. И вы начинаете понимать, что за вот эти 20 лет Джоэл побывал, в общем-то, не в одной заднице, так говорится. И он прекрасно понимает, что в этом мире творится. В то время как Эля, девочка ещё совсем не смышлённая. Но в процессе игры она, конечно же, меняется. Меняется её отношение с Джоэлом. И вы всё это очень прочувствуете на себе. И эти два героя станут вам, в конце концов, очень близки. Что ещё мне очень понравилось в этой игре катастрофе, это то, что она хоть и является таким вот сеттингом зомби, зомби-апокалипсиса, но она подаёт это совсем под другим соусом. И здесь нет такого, что зомби бегают за вас пачками, кроме нескольких моментов, которые по сюжету очень хорошо обыграны. Эта игра действительно погружает вас в сюжет и во взаимоотношения главных героев. И мне это очень сильно понравилось. Эти два персонажа стали мне очень близкими людьми за те 15 или 16 часов, что я проходил игру. И я думаю, что её должен пройти абсолютно каждый человек, потому что абсолютно каждый игрок найдёт мне что-то своё, друзья. И последняя интересная особенность, о которой я хотел бы ещё сказать, это то, что нам дают увидеть мир, в отличие от других игр, дают нам увидеть мир до того, как он стал таким. Игра начинается в самом обычном мире, в таком, в котором мы сейчас с вами живём. И вы своими глазами будете видеть, как он рухнул. И знаете, это заставляет вас задуматься, ведь такое может произойти в любой момент. Сейчас мы живём в относительно спокойном мире, но буквально через час он может рухнуть, и всё, что казалось для нас такими обычными вещами, их просто может не стать, друзья. Я всем советую поиграть в эту игру. Ну а мы двигаемся дальше. Ну и что, друзья, понравился вам видос? Напишите в комментариях, что вы думаете. И ещё кое-что. Изначально я хотел в каждом выпуске делать обзор на три игры. И для этого я записал сразу одним дублем обзор на шесть игр, друзья. Но уже в процессе монтажа, буквально вот сейчас, 15 минут назад, я понял, что делать обзор сразу на три игры в ролике будет очень трудоёмкой для меня задачей. На такой ролик уйдёт примерно 50 часов монтажа. И я решил, что лучше я сделаю отдельный ролик про каждую игру. Так будет гораздо удобнее и мне работать, и легче. Да и вам, я думаю, будет удобнее смотреть ролики по 10 минут, нежели по 40. Потому что не у каждого найдётся 40 минут свободного времени. Я думаю, так будет лучше для всех. Ну что ж, друзья, не забываем ставить ролику лайки, подписываться на канал, если вы этого ещё не сделали. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. И ещё, друзья, я просто призываю вас, распространяйте видосы в соцсетях, в различных группах, где вы состоите, игровых тематик. Это просто нереально мне поможет. Чуваки, ну, давайте постараемся вместе продвинуть канал в топ, иначе он загнётся, я серьёзно вам говорю. Это нереальный труд, если вы думаете, что просто делать видосы, это пришёл и записал. Нет, это совсем не так. И без вашей помощи ничего не сдвинется с мёртвого места. И да, вы всегда можете поддержать мой канал материально. Это тоже очень мне поможет. Все реквизиты, как обычно, находятся в описании к ролику. Ну а на этом я с вами прощаюсь, друзья. До новых встреч. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!